На канале 24КИЗ «Акценты послания» с профессионалами и экспертами мы говорим о том, как реализуются ключевые положения этого программного документа. Тема сегодняшнего разговора – развитие массового и детского спорта в стране. Как отметил глава государства в сентябрьском послании, это один из ключевых элементов формирования здоровой нации. И я рад приветствовать наших сегодняшних гостей. Это руководитель управления организационно-нормативным обеспечением и государственных услуг Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айан Смаилов. Я вас приветствую. А также главный эксперт управления развития массового спорта этого же Комитета Министерства туризма и спорта Иркабулан Сабиханов. Добрый вечер. Я вас приветствую в студии программы «Акценты послания». И для начала нашего сегодняшнего разговора я предлагаю послушать небольшую информацию о том, что сейчас происходит в этой сфере. 8 миллионов казахстанцев практикуют массовый спорт. По данным на первые полугодия 2024 года, ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих больше миллиона человек. В рамках государственного спортивного заказа в текущем году выделено почти 44 миллиарда тенге для занятий более 250 тысяч детей в 7 тысячах спортивных секциях. В Казахстане действуют 14 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. По ним ежегодно проводится более тысячи соревнований. Такие цифры называют в правительстве. При этом в стране недостаточно развита спортивная инфраструктура. По принятой концепции развития физкультуры и спорта только к 2029 году уровень обеспеченности планируется довести до 65%. Примечательно, что основная часть всей спортивной инфраструктуры Казахстана – это объекты при школах и других учреждениях образования. Итак, как отметила глава государства в своем послании, одним из ключевых моментов формирования здоровой нации является развитие детского и массового спорта. Вот в этой области как у нас сейчас обстоят дела? Да, вы верно отметили. Глава государства неоднократно в своих посланиях говорил о важности развития массового спорта в стране. Ведь мы все четко понимаем, что пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения является ключевым элементом создания здоровой нации. В стране действует ряд проектов для развития массового спорта. Проект «Доступный спорт», где абсолютно каждый гражданин нашей страны абсолютно бесплатно может посещать спортивные тренировки на открытом воздухе. Данный проект реализуется во многих регионах успешно. Также в рамках проекта проводятся тренировки по скандинавской ходьбе, бегу, стрит-воркауту, фитнесу и по настольному теннису, что делает спорт доступным для широких слоев населения. Это что касается массового спорта? Массового спорта, да. Как насчет детского? Они в основном, наши дети в гаджетах сидят. Сейчас останавливаюсь. Важной частью государственной политики в области физической культуры и спорта является подушевое финансирование спортивных секций. Программа реализуется с мая 2021 года по сей день. В этом году местные исполнительные органы выделили для продолжения государственной программы 44,8 миллиарда. Это больше, чем в прошлом году, скажем? Да, это получается на миллиард тенге больше. По подушевому финансированию получается дети. В итоге мы получили, что свыше 240 тысяч детей с 4 до 17 лет занимаются, бесплатно посещают секции свыше 7 тысяч. Бесплатно в секции дети занимаются. Также в стране функционирует 510 детско-юношеских спортивных школ с общим охватом 400 тысяч детей, 14 областных и 5 республиканских специализированных школ и интернатов колледжа Олимпийского резерва с общим охватом 6 тысяч учеников. Работа в данном направлении продолжается активно. На встрече с участниками Олимпийских игр я сформулировал ключевые задачи и приоритеты в сфере спорта. Полагаю, что назрела необходимость обновления законодательства в этой области. Вот учитывая обозначенные цели, какие могут быть нормы изменены и вообще приоритеты, насколько сильно меняются? В действительности, в соответствии с планом законопроектных работ 2023 года, министерством еще в прошлом году, в 2023 году, разработан проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере физической культуры и спорта. Так, проектам закона предусматривается внесение таких основных изменений, как запрет на финансирование из государственного бюджета лиц, не являющихся гражданами из фолькеста. Так, такого запрет на легионеров. Данная норма позволит нашей стране, нашим спортсменам проявить себя, а также воспитать собственный спортивный резерв для страны. Подрастающее поколение. Подрастающее поколение. Да, 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 совершенно верно. Также планируется наделение Министерства компетенции по установлению лимитов на финансирование из государственного бюджета профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, такие как футбол, хоккей, баскетбол, гамбол и так далее. Также планируется определение приоритетных видов спорта, как в целом для республики, так и точно для каждого региона по отдельности. Исходя из климатических, там, других... Зимний, летний вид спорта. Да, 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 так же. Где-то развиваются там зимние виды спорта хорошо, где-то летние виды спорта хорошо развиваются. Так мы будем, Министерство будет определять для каждого региона по отдельности. Также планируется пересмотр требований для аккредитации спортивных федераций. Будут дополняться новые требования, в какой-то степени ужесточаться, можно сказать, чтобы была максимальная отдача от федерации. Также планируется введение такого понятия, как сопровождающиеся спортсмены с инвалидностью. Это те люди, которые помогают спортсменам с инвалидностью, параспортсменам выступать, выезжать, выступать на спортивных соревнованиях, не только республиканских, но и международных. Также планируется направление средств единого оператора, это у нас корпоративный фонд поддержки индустрии туризма и спорта, на строительство объекта спортивной инфраструктуры. Такого ранее не было. В принципе, это основные новеллы, можно сказать, нового законопроекта, которые сейчас находятся на рассмотрении мажориста парламента. Проводятся рабочие группы, это все обсуждается. То есть все в работе, и работа предстоит еще большая. Да, работа на тренингах продолжается. Как отметил глава государства, это работа системная, подготовить будущих чемпионов и начинать надо с самых ранних лет готовить детей. И вот недавно глава государства встречался с призерами Олимпийских игр в Париже. И давайте послушаем, что он по этому поводу сказал. Из 162 видов спорта, которые развиваются в детско-юношеских спортивных школах, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. Вот как дела у нас в области достатка, секций, доступности, кто и где может их бесплатно посещать? Как я ранее говорил, третий год подряд в стране функционирует программа подушевого финансирования спортивных секций. Это в народе известно как арт-спорт. Хотел бы отметить, что арт-спорт это частная платформа, где реализуется данная программа. Верные наименования программы это подушевое финансирование спортивных секций. Для ясности хотел бы сказать, что по этой программе, именно по подушевому финансированию спортивных секций, работают три информационных системы в стране. Это у нас информационная система «Артспорт», информационная система «Дарабала» и «Дамубала». Города республиканского значения и областные акиматы с помощью конкурсных процедур выбирают платформу, и законный представитель ребенка регистрируется и подает электронное заявление на постановку в очередь. То есть ребенок занимается бесплатно, как только получает ваучер. Согласно нормативно-правовым документам, освободившиеся места распределяются информационной системой среди детей согласно очередности, выдавая законному представителю электронный ваучер на посещение, на зачисление в спортивную секцию. Это процесс весь цифровизации, да, там дошла до этого, надо долго ждать, все идет в режиме реального времени. По нормативно-правовому документу, очередь должна быть открыта 24 на 7. То есть каждый родитель, кто хотел отдать ребенка в спортивную секцию, заходит в эту платформу в регионе, какая платформа сидит. Например, в Астане работает функционер платформа «Дамубала». В Карагандинской области работает платформа «Артспорт». Родители должны зайти в соответствующую платформу, регистрируются и встают в очередь. Там, получается, когда заходите, выходит карта, вокруг, где они живут, получается, выбираете секцию и встаете в очередь. Очередь должна быть открыта всегда. Да, у нас в нормативно-правовом документе это четко регламентировано. Были казусы, да, я помню, с автокредитами, льготными. Там буквально секунды какие-то, и все, лимиты исчерпаны, люди просто не успевали. Здесь это насколько реально попасть в бесплатную секцию по вот этим электронным возможностям? Да, такие жалобы поступали и в адрес министерства, и в адрес правительства. Министерство туризма и спорта быстро реагируют на такие обращения граждан. Ну, видите, деньги выделяются, более 240 тысяч детей занимаются, значит, родители успевают. Но сейчас, чтобы не было таких казусных моментов, ведется совместная работа с министерствами просещения, цифрового развития и культуры информации. Потому что есть еще творческий заказ, который у полномоченных органов является Комитетом культуры. Ведется совместная работа. Хотим все... Это скорее у них зона ответственности. Нет, мы сейчас... Я так не хотел выразиться. Я хотел сказать, что планируется единая платформа по республике, где четко будут стоять дети в очереди и выдаваться ваучера своевременно. То есть не будет таких моментов, что, как вы сказали в автокредитовании, что за 7 секунд все ваучеры выданы были. Такие моменты есть, но работа продолжается активно. Да, есть куда еще стремиться и к чему. Вот еще живые воспоминания о Олимпиаде, об Олимпиаде. Все помнят фамилии и имена наших героев. Но вот буквально недавно закончились игры кочевников. И они показали, что не только приоритет должен быть олимпийским видом спорта, но и национальный, не менее интересный, а порой даже намного более зрелищный, чем олимпийский. И вот в этом направлении, как идет работа, как развиваются национальные виды спорта. Да, в действительности, вот прошедшие в начале сентября всемирные игры кочевников показали, какой спрос, каким спросом и как развиваются национальные виды спорта в республике. На сегодняшний день у нас развивается 11 видов спорта в регионах, развиваются национальных видов. Таких, как Байге, Кокпар, Авдораспар, Тенгейлю и другие. Согласно статистическим данным, национальные виды спорта у нас развиваются. Количество, занимающихся национальными видами спорта в текущем году, на сегодняшний день, составляет 87% от общего числа занимающихся спортивным спортом в секциях. Почти 9%. Да, это порядка 620 тысяч человек. Кроме этого, по национальным видам спорта на сегодняшний день трудится порядка 1500 тренеров, большинство из которых, это 950 тренеров, работают в сельской местности. То есть развивается не только в городах, но и в сельской местности национальные виды спорта. Вот все знают, да, сколько получают олимпийские чемпионы, вплоть до пятого места. Это какие-то поощрения. А как насчет тренеров, не только в сборной, а тот, который с детских лет, со школьных лет вел этого будущего чемпиона и передал потом другим наставникам? Да, мы первых тренеров, конечно, не оставляем за бортом. У нас есть такая государственная услуга, называется ежемесячное материальное обеспечение спортсменам и тренерам. То есть это не только спортсменам, но и тренерам. Согласно госуслуги, на нее могут рассчитывать личные тренера, первые тренера, ежемесячное пособие в размере 100 МРП у нас предусмотрено. Но там тоже есть свои требования. Либо тренер должен воспитать олимпийского чемпиона, пара олимпийского чемпиона, также иметь стаж 20-летний в сфере спорта. В принципе, государство оказывает всестороннюю помощь, также есть единовременные премиальные выплаты. В принципе, с этой стороны и тренера тоже за бортом не остаются, а хотелось бы отметить, не только спортсменам, но и тренерам тоже уделяется должное внимание. То есть это олимпийские, пара олимпийские игры, это по умолчанию идут вот эти вознаграждения, а когда чемпионаты мира или Азии, здесь уже все варьируется. Да, согласно нормам необходимо быть либо быть, либо тренировать призера олимпийских игр, либо чемпиона мира, призера чемпионата мира по олимпийским видам спорта. А, это тоже идет по умолчанию. Да, конечно. Но по олимпийским играм. Да, по олимпийским играм. Это как приоритет программы олимпийских игр ученых видов спорта. Также необходимо отметить то, что, как я отметился ранее, в проекте закона, в котором мы сейчас рассматриваемся в Можелисе, предусмотрены понятия приоритетных видов спорта, где будут определены олимпийские виды спорта, входящие в программу олимпийских, пара олимпийских, сурлимпийских игр, пара азиатских игр, азиатских игр. Также будут включены национальные виды спорта. То есть со стороны государства национальные виды спорта также будут поддерживаться все эти 11 виды спорта. они также будут входить в приоритетные виды спорта и дальше будут развиваться. Будем надеяться, что казахстанский спорт вновь скоро заявит на мировых аренах о себе. Вам большое спасибо и успехов в вашей работе. Я с вами прощаюсь и желаю всего самого лучшего. Также хочу поблагодарить телезрителей за внимание. Увидимся скоро. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!